здравствуйте такие уважаемые коллеги рад вас видеть сейчас у нас небольшие вот изменения то что мы начинаем читать по понедельникам но я думаю что все наладится все продолжится как и раньше вот поэтому в этом месяце у нас даже будет 5 на презентации вот ну продолжаем итак сегодня у нас 3 октября 22 года и алексей спасибо тебе на умович вот его супруга нашла в журнале мурзилка вы представляете вот такой такой рисунок да это было в 1962 году это просто фантастика вот лёш тебе отдельные респекты твоей виктория да это было 60 лет назад я уже так подумал что анатолию даже еще было 13 лет вот не знаю кто там визуализировал но это просто фантастический кадр поэтому наверное его надо сохранить надолго если кто-то хочет сделать искан вот но действительно это транспорт тот который мы сейчас уже воплотили практически в жизнь да то есть его осталось только приумножить распространить по всему свету но он уже есть у нас мариной горке он у нас есть в эмиратах и сейчас только будет его увеличение скажем так распространение по всему земному шару так что мурзилка не только симпсоны но и мурзилка может заглянуть в будущее да то есть могу могло заглядывать будущее так что очень здорово благодарю за этот феноменальный рисунок да на нашем журнале мурзилка да это супер мурзилка рулит действительно этот замечательно но говорим о том что анатолий дар дачи юницкий настоящее время является нашим основательной компанией и ст супруга его надежда косарева является генеральным директором вот и очень мощный коллектив сейчас более 600 инженеров работает у нас здесь два демонстрационных испытательных центра лабораторно-испытательные комплексы 3 до конструкторское бюро более 50 международных патентов огромное количество более сотну их гораздо могло быть больше вот если это надо было бы вот и производственных площадей 4000 метров и более мы были здесь и у нас вот и в эмиратах в общем то все это действительно есть и компания действительно наша развивается очень и очень превращаясь в международную конгломерат такую корпорацию потому что действительно решить проблему таких вот пробок где пробки правят балом да невозможно в одиночку поэтому огромное конструкторское бюро огромное количество поклонников данного транспорта и возможности потому что бизнес принципе тоже заинтересован в данном транспорте как грузовой бизнес скажем так грузовой грузовой транспорт нужно на смену пассажирский транспорт вот поэтому я думаю в нынешних условиях энергодефицита это транспорт в общем то уже нужен как никогда ранее но транспортное решение вы знаете у нас решены и грузовые и пассажирские решения потому что данный транспорт транспорт юницкого безопасен доступен адаптивен экологичен и энергоэффективен это мы с вами разбирали вот это можно расшифровать но данный момент мы это делать не будем потому что в предыдущих презентациях мы об этом много раз говорили вот инновационным струнам значит основа технологии это инновационный струнный рельс как вы знаете там есть самое главное это пучок предварительно напряженных стальных проволок до канатов можно сказать вот и это все находится внутри а сверху находится стальная головка рельса по которому движется стальное колесо вот значит электромотора электродвигателя поэтому данный рельс получается идеально ровный как вот на рисунке да он получается благодаря этому достигается очень хорошее движение то есть плавное движение скоростное движение вы знаете скоростной транспорт у нас по городу может двигаться со скоростью 150 километров в час до а между городами юни флэш будет двигаться со скоростью 500 и возможно даже более километров в час 500 километров в час и вот технологии который называется возможно на сложно немножко звучит преднапряженной путевой структуры но это говорит о том что мы понимаем под этим так что эти струны они натянута предварительно поэтому получается между анкерными опорами натянута то есть не сейчас вы знаете идет процесс допустим в эмиратах шаржа да там анатолий дарыч лично курирует вот но это вот технология на запатентована потому что как вы знаете рельсы допустим когда вы укладывают между балками и так далее там никакого натяжения нету там просто выкладывается и вот из-за этого получается стыки неровности и определенные сложности есть мы когда едем мы всегда слышим даже вот стуки но если вот на автомобильных дорогах тоже кладут разные плиты тоже вот есть это постоянное тук 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 движение вот здесь же получается полностью идеально ровная идеально ровный рельс вот струна можно сказать как струна натянутая да поэтому движение очень плавно и быстро и и позволяет увеличивать скорости в разы да ну действительно транспорта очень много есть грузовой как я говорил уже сейчас вот это очень интересно к юконт или юниконт так вот да сейчас именно этот транспорт не ждут все в шарже и мы его видели когда были здесь у нас на в минске мы тоже видели вот эти вот головки вот этого юниконта да она действительно очень и очень красивые с одной стороны с другой стороны они огромны но потому что действительно держать 40-футовый контейнер необходимо соответственно и масса чтобы было данных данного транспорта и внутри там очень много скажем так различных металлоконструкций которые удерживают но все это все равно выглядит очень красиво и я надеюсь что уже в декабре в январе вот уже буквально через два-три месяца данный транспорт будет начнет проходить уже испытания в шарже потому что сейчас там идет конечно же вот это вот конструирование второй и четвертый трасс виды пассажирского транспорта тоже здесь представлены не все но посмотрите какая красота да это юни винт легкий вид транспорта для двух человек да и вине байк юникар вот можно переводить юнибус берельцевый юнибус и вот наш высокоскоростной юни флэш как он сейчас называется ю флэш то есть это скоростной транспорт двигающийся за скоростью 500 км в час когда мы были в мариной горке спасибо алексею новичу за эту прекрасную фотографию да вот смотрите вот оно как смотрится просто великолепно набрал этот это фото набрал у меня очень много лайков да там различные были различные были комментарии по этому поводу да но в основном то есть не было отрицательно да вот что самое главное что действительно люди радовались шутили называли меня гераклом sky геракл там да по-разному вот это были в общем то очень и очень вспоминающиеся эта фотография и действительно я очень счастлив что сейчас я не только вот могу это картинка видеть но в общем то ездили внутри и трогали и смотрели посмотрите насколько это действительно смотрится я бы даже сказал гармонично да вот он настолько вот транспорт он настолько вот обтекаемый насколько красивый как моя дочка сказала няшный да вот такой няшный транспорт как сейчас будет молодежь это очень милый именно вот вписывающийся в проду ведь вот это вот дорога вся дорога вот это такая маленькая струна на фоне неба на практически никак не портит ни пейзаж не и так далее создает только наоборот очень веселое настроение и когда я смотрю на фотографию я конечно всегда тоже радуюсь и я счастлив что именно я вот был в тот момент и такая фотография замечательно получилось спасибо алексей но мой за такой прекрасный кадр ну что опять возвращаясь тому что данная технология не просто где-то нарисована не просто где-то проходит она самое главное просто сертификации до прошла это технологии сертификации как транспорт так и стакада и опоры все и анкерные промежуточные система технического ослуживания система автоматизированного управления почему это нужно сделать потому что нельзя без сертификации продвигать этот транспорт какой бы он хороший не был сертификация это основа всего поэтому в двадцать первом году была получена сертификации можно сказать после этого даже сказал что из стадии стартапа мы перешли в стадию коммерциализация данного проекта это произошло в эмиратах вот и мы вот видим вот этот вот высоко поднятый сертификат над головой удары вещь и действительно это было очень большое событие мы его вспоминаем с удовольствием ну и конечно же сейчас почему я привожу опять-таки слова генерального директора вот хусейна аль-махмуди потому что он всегда очень и очень много помогает постоянно он скажем так поддерживает этот проект вот видите и его слова переводе уже на русский язык белорусский стартап и в партнерстве именно в партнерстве видите с научно-исследовательским вот этим центром в шарже уже построили до подвесные испытательной трассы которые смогут перевозить грузы и пассажиров после успешного тестирования правительство объявит о строительство маршрутов городе шаржи ну это был уже где-то месяц назад этому сообщению но вообще потом вышла еще статья называется халиджи таймс ну вот где тоже аль-махмуди рассказал о том что этот транспорт не только скажем так экологически потому что если это 7 миллионов человек там умирает от загрязнения воздуха но также имеет еще ряд преимуществ там что как мы говорили о том что потребляет и меньше энергии вот способен скорость 150 км в час спокойно развивать до 2 уровень и позволяет сохранить озеленение постройки не влияют да и обойдется то значительно дешевле нежели допустим тоже метро которое стоило в эмиратах 150 миллионов долларов за километр до или тот же трамвай 90 миллионов долларов за километр вы знаете что у нас цена при всей мощи вообще все 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 как антолий дарвич говорит то около 15 миллионов долларов то есть это в разы меньше 10 раз меньше чем дешевле чем метро да но эффективности красота и так далее это конечно идет ни в какое сравнение поэтому очень и очень скажем так они большие молодцы именно вот арабы до что они увидели это почувствовали действительно не сказали не расскажи а покажи анатолий дарыч показал построил и сейчас вы знаете еще две трассы будут вот тестироваться и после этого наверное уже начнется действительно бум потому что страны мена региона можно соединять сначала эмираты те же до шаржа дубая будаби и так далее а далее уже пойдет наверное саудовскую аравию и так далее так далее там в общем то я думаю что транспорт этому быть но бурзилка предсказала так точных него ну и очень я не могу опять таки алексей но мощь про этом просто раз говорил его тоже это очень зацепило и я не мог не не опять не напомнить вам дорогие друзья что действительно уже вот и скажем так международную выставку инотранс в берлине да именно сейчас представила министерство дорог и транспорта тубая вот это ртей да то есть в данный момент вот видите вот этот юнибайк прекрасный как он шикарно выглядит но это вот мне например космическую капсулу как космонавты допустим те же там астронавты спускались допустим ну так можно представить да то есть если бы мне сказать что на таком транспорте из космонавта спускаются там покидая орбиту я бы не удивился но вот насколько он шикарно выглядит видите тут вот именно вот уже министерство само представляет этот транспорт потому что она взяла на себя ответственность заявить о том что действительно транспорт который на который нужно обратить внимание и это как говорил как и говорил аль махмуди что действительно сотрудничество вместе с компанией юнинский string technologies и технологического парка поэтому вот они решили представить это ну с учетом наверняка конечно же этих вот событий гибридной войны который сейчас 2 идет но вот именно было представлен так я думаю что это одно из полом может быть одно из предположений что именно дубай представил этот транспорт на выставке вот вот так это выглядело красиво да вот это вот видите такая вот была скажем так зона да вот где представлен вот юнибайк вот такая красотища и так далее вот и вот тоже сказано о том что это одна из технологий которые дубаи вообще в эмиратах рассматривают на для резатор для реализации на территории арабских эмиратов вот которые способны не только улучшить городскую пригородную логистику но также решить проблемы пробок и дорожно-транспортных происшествий потому что действительно в эмиратах есть очень много богатых людей которые ну как скажем так кровь играет особенно молодых вот этих богатых арабов да они конечно любят там устраивать различные соревнования и наверное это тоже головная боль для многих пап пап и мам потому что скажем так не невозможно проконтролировать вы знаете там были так и устраивались в свое время когда я был тоже там рассказывали что заливали эту дорогу маслом лили потому что чтобы дрифтинг устраивать и вот на таких скоростях когда в ночное время разгонялись вот этого трасса которую я рассказывал ездил абу даби дубай вот там они на больших скоростях двигались и бывали разные неприятные инциденты вот ну вот наверное вот этот транспорт когда сильно он безопасен он очень быстрый да он очень красивый и как вот я и говорил энергетически выгодный и в общем то не поры можно разу расположить везде и самое главное действительно проблема решена что не влияет это будет холодно или такая жара и песок как в эмиратах то есть эта проблема только лишь доказал что этому транспорту может ничего не страшно ну теперь всегда задают люди вопросы а кто это делает а как а что и чего и вот вышла большая статья о том что к как и где скажем так развивается все это да ну и вот называется что сердце струнного транспорта и о маленьком то есть скажем так одном из предприятий который называется бюро электропривод там рассказывается что было создано это бюро 2017 году где работал начала всего семь человек сейчас работают уже 17 инженеров 17 человек на сбору 7 человек на на сборочных участков вот 24 специалистов вот что занимать чем занимается бюро разработкой изготовлением электродвигатель накопителем энергии силовой призывательной техники электронных блоков мы были на этом мероприятием но нам кстати не разрешили снимать вот я тут тоже смотрю тут когда приближаешь там некоторые даже вот фотографии там маленьком вот но там где-то вот они даже замыли на где-то закрыты все но это в общем то может стать секретное такое предприятие поэтому нам тоже мы сдавали телефон и не разрешали нам снимать вот но у нас была съемка велась поэтому наверное рано или поздно дождемся этих фотографий но пока так я говорю не это не афишируется поэтому то что решили снять то показывает но далее значит вот видите много людей работает да люди и в возрасте люди и видно что хорошие специалисты то есть очень ну как то вот по энергетике чувствуется что люди уверены делают но я когда помню там был то есть все улыбались все задавали вопросы отвечали в общем то мы были скажем так интересно нам было в общем то спрашивать что мы могли спросить да и нам очень навсегда с удовольствием люди отвечали да вот и вот тоже один из работников говорит что наше изделие по характеристикам находится на уровне зарубежных аналогов а некоторые параметры и превосходят их то есть это очень здорово и вот это вот тоже так как вы знаете у нас есть разные есть и не байки юси юнибус есть огромный там на 25 мест юнибус вот и там действительно тоже мы видели разные электродвигатели ну как мотор колесо да вот и действительно вот там тоже сказано что андрей хвалёв говорит что мы создаем электродвигатель для каждого транспортного средства учитывая необходимые требования частота вращения крутящий момент зону максимального кпд я говорю когда я там увидел там такой довольно крупная такой вот даже не власть у меня в экран да вот колесо игру о гру мне бы на на мой велосипед он год но с таким с таким мотором колесо уже говорится и не поедешь а полетишь просто ну действительно очень мощный поэтому с учетом того что мне есть электро велосипед и были случаи когда этом ну скажем так газовал больше чем нас это надо бы поднимает ну так это маленькие а там я представляю что вот теперь я понимаю по когда такой то у нас там ни один такой до электродвигателей там 4 минимум до далее получается идеальный там рельс поэтому конечно же тут говорить о том что это почему-то не поедет и как далее тут все сделано конечно вот эти вот специалисты дяди которые там сидят они знают толк в этом деле и поэтому очень здорово что у нас вот такое собственное производство ночь приоритете разработка это безопасность экономичность и долговечность накопители вот далее ну вот тоже видите есть и молодые специалисты ребята работают вот но вообще говоря что за шесть лет была создана линейка из восьми типов электродвигателя для нашего транспорта 8 разных отбрали с гордостью рассказывает александр давали видите восемь типов разных вот другой человек что он работает уже четыре года здесь вот олег и говорит о том что изготавливаем под конкретную модель вот и опять-таки главное надежность и безопасность ну вот видите специалисты подрастают люди в возрасте передают более молодым и так далее конечно это очень здорово когда ты что-то делаешь инновационное что-то новое ну я думаю что этих или эти люди еще скажем так ну мы узнаем о них больше игра когда-то будут их уже награждать уже и орденами и медалями вот ну наверное самое главное что они вот это все ну по энергетике чувствуется что этим людям нравится чем занимается то есть это они сидят на работе просто чтобы отсидеть действительно вот видите с каким интересом все это делать вот фотограф вроде бы специальнейшие это не постановочные кадры просто снимал но вот чувствуется что люди заняты с удовольствием своей работе ну и вот тоже заявляет о том что александр андрианов говорит о том что мы работаем на современном профессиональном оборудовании это позволяет действительно очень хорошо принимать решение и либо необходимо корректировать дальше до либо устанавливать можно устанавливать на транспортное средство поэтому получается что хорошая материально-техническая база и упрощает и ускоряет процесс сработка изготовления изделий когда вот мы были тоже говорила если вот и тут будет адресный проект тут будет адресный проект и там будет адрес ничего год у нас все готово все есть масштабирует можно потому что обучить людей когда уже все сделано все придумано это можно а так замечательный коллектив дай бог ему здоровья процветания вот и будет пусть еще будет новые двигатели пусть за десятки догоняет пусть будет 10 новых двигателей я думаю так и будет вот и ведь сейчас уже пятого поколения поэтому все движется и когда люди говорят что там делает то что столько долго видите за это время 8 новых двигателей да соответственно сколько у нас новых моделей и так далее поэтому здесь нельзя говорить о том что в это время вот просто мы там ждешь дали чего-то там либо корона вирус виноват либо что-то еще все двигалось все менялась и все увеличилось поэтому сейчас уже как вот айфон и там 14 выше да у нас скажем так сейчас уже новое транспортное средство уже пятого поколения это здорово здесь можно поставить восклицательные знаки то есть 0 вы засиделись там наверное давайте поставим восклицательные знаки что действительно все это здорово движется и меняется ну вышла еще статья да она называется что-то я не помню тут как-то а тех из тех инсайдер у меня закрыта почему-то это самое вот называется нулевая аварийность какому билетранспорт не грозят катастрофа спасибо за восклицательные знаки вот и вот видите что транспорт миссис действительно уже их создано много вот как на картинке да ну они не никто не может гарантировать нулевую аварийность вот и вот я тоже вот в этом же журнале я такую сделал рубрику вот я чтобы вы тоже мне они не это самое и не скучали не все умещается ну ладно вот и получается вот я вам задаю вопрос чтобы вы тоже так немножко что там то ли да да еще сейчас я прочитаю не может быть плохой команды да это точно это точно скачет ну в общем я тоже с вами полностью согласен ну так вот чтобы вас немножко тоже оживить решил сделать такую рубрику интересно знать и вот вопрос задаю вопрос почему пилотом самолетов не разрешают носить бороду и усы вот и сейчас подумайте да то есть я вам даже привел несколько этих самых реван вариантов ответов это дресс-код это протест против моды ну знаете сейчас все барби-шоп открывается на каждом углу вот и модный тогда как вот протест против моды у пилотов да это этические качества корона вирус или другие инфекции то есть это как-то связано потому что в бороде может завестись так что угодно да это помеха при спецснаряжении это гигиена либо свой ответ вот так что вы мои дорогие сейчас тоже подумайте а мы с вами чуть чуть позже я дам вам ответ это тоже вот в этом журнале мне просто тоже так интересно после кстати о транспорте венецкого было вот этого статья от быстренько и прочел и решил чтобы мы тоже с вами расширили свой кругозор и так почему пилотом самолетов не разрешает носить бороды и усы и так жду ваши ответы вот ну давайте дальше так вот значит тех инсайдер здесь чтобы что крупнейшие железнодорожные катастрофы 20 века вот произошла допустим их много я не хочу тут обсасывать эту тему я просто привожу факты и статьи допустим 8 июня 1981 года что в индийском штате бихар произошло значит столкновение получилось погибло до 800 человек а случилось то что машинист просто увидел корову вы знаете она священная корова в индии считается вот он решил затормозить при том затормозил очень резко летать от 7 вагонов сошло там вы знаете как индус ездит до опрокинулись там даже в реку попала попала бурное течение поэтому от кого-то даже не нашли поэтому так разнятся такие вот вот 600 до 800 человек погибли брали авиационные катастрофы тоже много разных бывает катастроф несмотря на то что вот алексей когда помню приводил пример что действительно статистика и что это считается наиболее сейчас безопасный транспорт но одна которая произошла такая катастрофа в 877 году где погибли 583 человека почему там получилось непонимание но вы знаете такие бывают случаи когда там не знают либо английский либо плохо знали когда в общем но в общем 77 год не знаю кто как как там и что получилось ну в общем то из-за акцента плохого качества связи а также сильный туман в аэропорту привели к тому что летчики двух авиационных авиалайнеров просто вместе начали взлетать по одной и той же полосе в результате вот катастрофа которая привела жертву в абу-даби вот теперь то есть вот это же трасса помните ему рассказывал что я по ней ехал со своим знакомым на шикарном мерседесе вот со скоростью 240 километров в час но упаси боже слава богу что мы доехали и слава богу он как-то довелся меня и сам доехал и подруга с ним была его жена вот и ну ведь вот такие случаи бывают что действительно в 2008 году из-за тумана на шоссе абу-даби дубай кстати это вот гипотетически это трасса планируется быть да вот произошел вот такое столкновение из-за тумана видите вот это кадра оттуда вот более стать автомобилем просто были повреждены вот десятки вот машин сгорели погибло значит не менее шести человек ну вот вот вам тоже дубая будаби и поэтому я говорю о том что действительно хотя это 77 год еще был час граб машины гораздо скорее более скоростные до красивые и возможности конечно у людей больше покупать более скоростные машины хотя я слушал одного инсайдера он сказал но странно вообще-то говорит если говорит так заботиться о человеке там вообще да вот почему же говорит сразу не ставит ограничения так 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 уже пошли ответы ну конечно когда можно прочитать загуглили но хорошо да 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 ну молодцы в любом случае мы сейчас будем разберем с вами ответы так вот и говорит зачем заделать транспорт сразу когда там написано до 100 километров за три секунды за четыре секунды так делается до ограничений как вот я сейчас езжу на свою пизде да у нее там у меня стоит ограничение 25 километров в час да тоже быстро ездим и вот с ребенком ездим у него освоил спит у меня свой вот совет стоит ограничение а когда говорит конечно там на спидометр 240 стоит и 300 километров ну так зачем вот такой трактор вот у юницкого в этом плане пожалуйста отдельная полоса выделены вот на ней гоняй с любой скорость прогрессе там будет здесь же получается вот такие вот катастрофы и вот там человек задает вопрос зачем же тогда раз вы там так беспокойтесь о людях делать скорости даже в том же городе могли ставить ограничение там по каким-то причинам заезжая в город там пересекаешь и включается спидом это ограничение 60 в час наверное меньше было ну в общем то вопросов много вот так ну что смотрим дальше давно продолжает эта статья что действительно второй уровень это может быть выходом да это снизит риски с человеческим погодными факторами исключить дтп и так далее вот и говорит о том что данный транспорт в графе кстати оттуда с этого журнала вот занимаются уже и сша и израиль и великобритании франция китай и так далее вот но лучше всех быстрее всех уже продвинулась упомянутая компания юнический string technologies да вот и там тоже рассказывать преимущество о том что это и 150 км в час и 50 тысяч пассажиров в час может переводить то есть это наравне как с метро поэтому вот уже есть решение да вот но опять-таки говорится о том что это есть уже и в эмиратах и так далее что уже обратили внимание на том что ну тут опять-таки исключены всякие столкновения с автобусами автомобилями пробки тоже будут исключены пешеходы животные тоже в этом пространстве не по не встретишь как они города вот и задается вопрос до который тоже помним задавали очень часто когда я вот был на таких собраниях а вот если там да кабы вот если взорвут опору как вот если даже несколько опор будут взорваны да там как-то повреждены то движение не парализуется потому что натяжением вот этих струн они натянуты между чем между анкерными опорами какой получается будут они могут только прогнуться вот ну кстати написано сгибаться ничего не они просто прогнуться лягут допустим даже к земле при этом транспорт так как он очень сильно просто вот протащит или там и даже может не там с 10 метров уйдет там на на 3 метра вниз и в общем то видите все будет соблюдено конечно же система отработает но факт то что это гораздо безопаснее нежели там либо это самолет который уже никак не не опустишь спокойненько это не поиск который там сойдет и здесь поэтому этот транспорт гораздо безопаснее о чем и говорится том что подтверждено международной сертификации очень но опять возвращаемся и так вы мои хорошие уже молодцы вот все практически все правильно ответили до помеха при спецснаряжении и вот такой ответ я думаю что это вам тоже будет интересно до причина в кислородных масках вот на спецснаряжение то есть продаются и создают ненужные сложности надевание смазки кроме того сидит если какая-то щетина и так далее тогда менее плотно и что это может привести к частисти при полной или даже частичные раз герметизации кабины авиалайнера истребителя это грозит фатальным последствием поэтому вот я тоже был удивлен как казалось бы да вот ну представить даже если маленькая щетинка и будет туда высасывать воздух вы знаете что такие случаи были не помню фамилия космонавта советского когда действительно получилось что оказалось маленькая дырочка и эту дырочку можно было и пальцем прикрыть или там 5 говорили 3 как как у нас называется монет к этому было ночью трехкопеечные монеты да можно было вот закрыть но он не смог дотянуться и вот воздух настолько быстро вышел и вот в общем то но вы знаете сейчас даже на космической станции тоже там нашли дырочку которая там где-то высасывал воздух то есть это страшное дело поэтому вот случае как кислородные маски падают поэтому я вот так что подумал когда показывают эти страшные авиакатастрофы когда там маски выпадают то есть у людей у которых получается бороды усы они то есть могут скажем так пострадать больше ну а для пилотов это архиважное вот видите если капитаны кораблей они наоборот отращивают бороду то в случае с капитанами лайнеров такое вот не скажем так не проходит как вам понравилось вот то есть кислородные маски тому виной ну это для скажем так интересно знать спасибо если понравилось поставьте мне десяточки ну идем дальше вот значит смотрите приехали уже корейцы вот приезжали корейцы и туда шар живота дениса юницкий принимал там различные научные сотрудники и там вот и город пусан вот тоже город известны потому что был такой спасибо за десяточки был такой даже триллер до поиск у сан и вот оттуда вот видите кстати вот я взял такую маленькую первую попавшуюся карту вот силу представлен да вот видите южной кореи написано и пусан вот тоже ну как бы один из городов который тоже вот то есть это довольно крупный регион поэтому и существует целый институт развития пусана агентство которое разрабатывает различные политики и планы для города пусан поэтому это очень здорово приехали уже люди не просто посмотреть естественно что для них была эта программа представлена там и проехались они посмотрели потрогали транспорт их очень особенно впечатлил да именно скорость 500 км в час потому что вы знаете южной кореи там уже есть скоростные поезда но 500 км в час нет тем более такая красотища вот этот наш юни флэш вот поэтому там тоже была проведена экскурсия ну по по всему городу впечатлил конечно тоже транспорт который за 1 доллар может перевозить 100 тонн на один километр то есть это тоже ну все все эффект вау называется да то есть вот что не возьми эффект вау поэтому южнокорейцы заинтересованы были этом все и вот тут уже скажем так представлен даже фотография когда скажем так вот все это вот повышенная безопасность минимальная площадь выгодные затраты та-та-та-та-та-та-та и вот там написано представители юска транспорт и китайские дели и корейские делегаты обсуждают варианты использования грузовых комплексов юска и на 25 километровой трассе между году кто и концу то есть получается город при приморске можно сказать да поэтому там соответственно и спорт и так далее поэтому есть вот у них на свои определенные запросы поэтому видите уже не просто делегаты приезжают которые заметьте что мы говорили о том что когда был экспо 2020 действительно 300 там вообще было 100 делегаций больших а вообще 300 было новых людей которые там губернаторы были так далее все вот заявлялась такая цифра да вот и сейчас опять таки продолжает и уже уже настолько люди приезжают то есть специалисты приезжают что не просто там поглазеть потрогать а именно уже вот убедиться что это действительно есть и уже за скажем так что я бы сказал встать в очередь да потому что это все-таки требует процесс узнавания смотрели подготовки и так далее поэтому вот ну скажем так южная корея тоже встала в очередь на реализацию данного транспорта ну и вот скажем так вышел такой небольшой ролик это про порты до морские которые вот прекрасные вот и целая значит тоже статья что морской порт мы уже тоже разбирали но опять-таки опять вышла на к ресурсах юска и транспорт вот о том что действительно он может быть находиться на расстоянии до 10 километров это огромное-огромное преимущество потому что не нужно вот это вот скажем так фарватер там для больших час были больших грузов которые там наполненными контейнерами так далее вот поэтому может быть на свайном фундаменте либо на плавучих и даже якорных понтонах вот такой находиться с площадка где будет юска и транспорт вот действительно вывозить вот эти вот я скажем так контейнер это поэтому здесь приводится опять-таки в пример что транспорт может двигаться но сейчас заявляла 120 метров но в статье написано до 150 км в час 100 миллионов тонн грузов год далее не надо вот это дно углубительные и берег укрепительные работы вы знаете это очень большие деньги вот это вот все это сделать да ну кто-то когда-то если что-то где-то вот даже пытался там лопатой что-то там выкопать когда там или там на даче да когда там это дождь прошел тогда вы знаете как это все сложно куда это деть куда это грунт вот у нас сейчас недалеко тут от каменной горки там тоже пытались углубить такое вот есть озерцой там два острова один вроде бы окружен водой а все время втором не хватает а вот в прошлом году нагнали туда технику что-то копали 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 вроде бы разровняли вроде бы увеличили этот остров чтобы вот это куда этот грунте пойду на остров свалили до летайте все равно так вода туда не пошла то есть это все очень сложно углубить вот поэтому а тут уже надо сделать так чтобы огромный прошел контейнеровоз поэтому очень это много но и там опять-таки страдают ресурсы биологические ресурсы обитатели потом там очень много получается морской отвал повышает мутность вот изменяет условия обитания плантона и так далее воздушные водные шумные загрязнения негативно сказывается даже не только на животных но и на людей которые вблизи живут поэтому вот это вот все анатолий дарыч предлагает решить кардинально то есть вынести на 10 километров пожалуйста подплываете с какой стороны хотите и это будет поставить 150 в час 120 даже 100 километров в час будут оттуда эти контейнеры улетать как когда-то сказал шейх шаржи да как пуля будет двигаться контейнер ну то есть это решение шикарная да поэтому вот кстати говорится о том что так как это автоматизированная система управления она считает информацию с маршрута реагирует на препятствия и угрозы следить за правильностью может работать 24 на 7 ну просто вот когда вы сейчас это уже говоришь и я готовил эту презентацию и опять таки вот представишь это все звучит фантастически так что транспорту очень и очень быть этому и сейчас я думаю что уже вопрос такой стоит кто это я думаю что все-таки эмираты реализуют это быстрее потому что у них порт есть тот же карфахан да а который может произносили не раз и вот это решение и есть деньги и есть вообще желание это все сделать поэтому я думаю что это конечно же будет развиваться ну в первую очередь мне кажется там это разовьется быстро и быстрее всего там но и опять-таки опять-таки рассказывается о том как это ну уже вам рассказывал до доставка сыпучих грузов вот на расстоянии 50 метров швартования крупнотоннажных судов доставка товара на морской порт расположены глубине до 25 метров вот да поэтому ним портовая инфраструктура все 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 перевозка подразумевает доставку груза от горнодобывающих предприятий в трюм без промежуточного складирования что тоже это очень сильно сокращает и расходы и вот это вот где-то выгружать в общем практически все эти вопросы закрываются вот но теперь за рапорта я рассказал поэтому тоже это огромное преимущество прины в нынешних условиях вообще когда когда вопрос решается вот все-таки по морю можно куда угодно доставить а разгрузить вот иногда очень сложно под подплыть то поэтому сейчас вот решение это тоже будет реализовано я думаю не за горами ну и хочу сказать о том что наш наша беларусь тоже присоединилась к международным региональным мероприятием skyward community да и кто еще не знает ну а теперь уже знаете вы до 16 октября вот мы решили провести живую встречу с партнерами региона поэтому всех вас активно приглашаем очень будем рады вас видеть потрогать пощупать задать и вот вопросы чтобы вы тоже поделились это пройдет 16 октября 12 до 4 до 14 вот каменная горка там есть красивый конференц-зал вот я там уже когда-то снимал помещение вот тоже она кстати сейчас нет не было свободно но вот нам так вот выделили все-таки воскресенье два часа вот поэтому будем очень рады если вы придете и возможно придут ваши знакомые друзья которые может даже просто хотят слышать одно время одно дело когда мы с вами читаем эти вот вебинары когда люди готовят там все что угодно можно там в интернете да а другое дело когда вот можно глаза глаза посмотреть пощупать потрогать вот это вот скажем так тех людей которые об этом говорят но вот и глаза глаза посмотреть поэтому приглашайте будем очень рады всех видеть и но об этом еще напомним вам чуть позже вот напоминаю еще раз 16 октября воскресенье того 12 до 14 притыцкого 156 конференц-зал green city там второй этаж получается вот и еще такой вот все-таки куратором дали такой вот скажем так памятку такую да что чем отличается у нас есть юрист и юска и skyward комьюнити свиси да вот получается что юрист и ну понятно что это инженеринговая компания который занимается проектирован строительством сертификации струнного транспорта в беларуси головной офис находится в минске юска и транспорт эта компания которая занимается с оперативной работы по продвижению и развитию проекта струнного транспорта в арабских эмиратах в частности юска и транспорт занимается обслуживанием центра испытания струнного транспорта в шарже ну вот вы Олег Зарецкий его возглавляет, да, iSkyboard Community, это международная краудфандинговая платформа, которая занимается привлечением инвестиций в проект струнного транспорта по договору к инвестициям займа. Skyboard Community считается независимой компанией, которая не входит в группу с компанией UST, но является ее официальным партнером и занимается привлечением инвестиций в проект струнного транспорта. Ну, это, скажем так, для людей, которые, возможно, вам могут тоже задавать такие вопросы, вот вам такая памятка, можете сделать скрин, если хотите, но я думаю, Леша тоже может это выставить в нашем чате, вот, поэтому вот такая вот информация. Ну, конечно же, большое дело, 17 месяцев длился этап, подэтап 14.2, вот, кто-то уже говорит, вот, ничего не строится, ничего не делается, но мы с вами сегодня разобрали и посмотрели, сколько всего сделано, да, поэтому немножко так вот пробегусь тоже. В шарже, значит, прошла сертификация за эти 17 месяцев, власть Эмирата дали разрешение на тестовую эксплуатацию легкой трассе, на которой я вот тоже ездил, да, уже. Далее, выставочная версия высокоскоростного струнного транспорта находится в специализированном павильоне испытательного центра, там в шарже, да, изобретатель струнных транспорта Анатолий Юйцкий объявил от подписания первых четырех контрактов, вы знаете, это было в видеофильме, да, и я думаю, что сейчас их уже больше, но мы не говорим, пока нет официального заявления. Проект принял участие в выставке Экспо-2020, да, в период выставки в центре испытания посетили более 100 делегаций со всего мира, пройдена сертификация по стандартам экологического менеджмента и охраны труда, установлены обе амперные опоры на трассе номер 4 длиной 2,5 километра с промежуточными опорами шагом 144 и 288 метров. В Беларуси показали вместительный пассажирский транспорт, который будет тестироваться на тяжелых трассах в Арабских Эмиратах, вот, анонсировали усовершенствованную модель высокоскоростного трунного транспорта с улучшенной аэродинамикой и более удобным салоном. Но я вам хочу сказать, опять-таки, это я брал из нашего сайта, но я знаю даже еще, что готовится к запуску, действительно, вот, возможно, это произойдет даже в этом году, это вот эта вот трасса в Мариной Горке, да, помимо всего прочего, для рыбаков. И вот, я думаю, что, возможно, когда у нас будет вот уже оффлайн-встреча, да, вот, в Грине, возможно, мы даже соберем, скажем так, желающих и посмотрим, сколько у нас будет человек, чтобы, как только эта трасса заработает, чтобы мы с вами были одни из первых, кто там сможет, в общем-то, протестировать ее. Возможно, Алексей даже договорится, чтобы, скажем так, это было как-то так централизовано и чтобы нам даже что-то еще рассказали. Ну, время покажет, да. Вот, поздравляю вас с переходом на 14.3, вот, так что нам, считайте, осталось 14.3 и 15-й, который будет говорить о скоростной трассе. Вот, в общем-то, поэтому, вот, 14.3, значит, планирует полностью закончить строительство и отделку анкерных опор, такая вот красотища, да, вы видели, что мы они уже, вот, установить рельсы, которые сейчас устанавливаются, и мы это сами тоже разбирали, и запустить уже тестирование новых моделей пассажирского и грузового транспорта. И вот эта вот картинка, о которой я говорю, наши новые победы, нас ждут впереди. Вот, спасибо. Вот, вы сейчас мне ставьте десяточки, я открою сейчас супруги, она пришла. Вот, и как раз вовремя. У меня всё. Лёш, выходи на связь. Да, привет всем. Да, приветствую. Пилотом мне не быть, как я уже понял из сегодняшней лекции. Ты сойдёшь вполне, а у меня уже, только если на судно. Нет, в Sky, в Sky покупая себе транспорт, который тоже. Или пассажирам, как пассажирам. Скорбина пилота, да, вот, ну, можно уже в сторону ним брать, да. Ну, в лётчике не годишься, да, Лёша, согласен. Лётчики, всё. Кстати, вот этим дайверы тоже, вот, так что там тоже будет протекать. Вот, ну, по поводу картиночки, да, сегодня, конечно, интересно этот вот слайдик, октябрь 1962 года. То ли это, ну, как бы, фантазия, то ли они где-то из каких-то других источников, всё это появилось. Ну, то есть, загадка остаётся. Ну, мы тоже раньше смотрели картиночки, там эти открытки были советские, если помнишь, первенадцатый год. Вот, но там были более такое, более футуристичное что-то некое. Тут прям, прям как у нас. Так что, да, октябрь. Как раз в этом году получается, что 60 лет. 60 лет этой картины. Да, обалденно, просто обалденно. Я не знаю, как это можно было так найти в Мурзилке, но это фантастика. Так, Авика, твоя это в интернете нашла или она это в руках уже даже вообще держала? Нет, это ВКонтакте, там в одном из сообщества, которое ведёт Мурзилку, вот этот журнал, они делают вот такие вот памятные, как раз и октябрь, вот они к октябрю подготовили парочку картинок. А она занимается, у неё детское сообщество, вот она вся эта тематика варится, она такая раз, что это такое, что там за картинки. Очень здоровская картинка. Ещё раз Виктории, спасибо огромное, да. Так что надо идти в библиотеку, ребят, отыскивать эту Мурзилку, да, и, в общем-то, да, фотографироваться, наверное, с Мурзилкой, что вот так и есть, да. Спасибо вам, ребят, большое, да, за ваши ответы, вот, за, за, благодарю за ваши там, скажем так, ответы и по Викторине, что, где, когда, да, вот. Вот, да, и действительно, очень такие, ну, знаете, с каждым разом вот эти новости, они уже, знаете, обретают мясо, я бы так сказал, да, то есть они не просто уже, вот в идеях где-то мы там вот придумали, они уже действительно простают. И вот я думаю, что вот эта картинка, Алексей, если всем постараться, то вот действительно приехать вот в январе месяце, и мы, наверное, в Шаржу, да, потому что там планируется этот вот суперфинал именно, победа в конкурсе, именно опять будет у нас встреча в Шарже, вот, скажем так. И я думаю, что вот эта уже картинка может стать уже в ябью, действительно, все готово для этого, да, осталось только вот, скажем так, сделать эти струны, натянуть, и вот уже... Зайчика найти и грибочки туда посадить. Да, вот, такие вот дела. Спасибо вам большое всем, кому что какие-то вопросы есть. Спасибо, спасибо. Спасибо вам. Вот, что вы в понедельник пришли, я, честно говоря, немножко так напрягался, потому что я не очень люблю понедельники, но вот так сложилось, что Алексею тоже надо, и, ну, по семейным делам, и у нас, скажем так, в среду, в четверг там всегда очень много вебинаров, вот, вот такое вот решение, чтобы перенести на понедельник. Спасибо, что были, спасибо, что пришли, вот. Вот, приглашаем вас тоже 16-го, да, ну, еще будет, еще вебинар будет у нас, промежуточный, следующий понедельник. Так что... Алексей, до новых встреч по понедельникам, да, и потом 16-го октября. До новых встреч. Спасибо, всем спасибо, огромное, да. До свидания. Ну, пока-пока. До свидания. Пока. Пока.